Федерация проводит 7 возрастов мальчиков и девочек с украинской школьной. Федерация проводит женские чемпионаты высшей первой лиги. И сложно, я не знаю, кто-то приобщен к этому или нет, понять, каких титанических усилий стоит удержать. Это чемпионат. Да, это при реальном падении интереса, в принципе, к женскому спорту в целом. Большинстве видов спорта. Значит, по большому счету, что Федерация делает и на что она тратит деньги, собирает и тратит деньги, достаточно легко узнать. Вы можете на сайте Федерации, есть финансовые отчеты, есть бюджет прошлого года. Это совершенно открытые документы, которые принимаются в начале года, которые принимаются отчеты за прошедший период, когда финансовый год заканчивается. Есть текущие расходы по полугодию. Это все можно увидеть. Это есть на сайте Федерации. Было бы желание. Просто только в том, что, понимаете, мы вот в процессе популяризации баскетбола, на самом деле, достаточно ограниченное количество категорий людей, которые в этом принимают. Тренера, функционеры, спортсмены, судьи, болельщики и медиа. Вы можете внести свой вклад в популяризацию баскетбола тем, чтобы доносить реальное положение вещей. Вы можете спокойно зайти и посмотреть бюджет. Вот, скажем так, на вскидку приблизительной цифры. Где-то около... У нас долгое время министерство тратило на все сборные около миллиона гривен. Около миллиона гривен. На все-все-все-все сборные. Причем это к Федерации отношения не имеет. Они напрямую там платили. И эти деньги, ну вот примерно это чуть-чуть больше, этот миллион, чем одна сборная. Что вот если взять этот миллион, это чуть-чуть... Только детская. Да, одна из категорий сборных. Вот представьте теперь все остальное. Третью часть всего бюджета, что мы сегодня имеем, дает сборы от Суперлиги. Это третья часть. А две третьих, вот этот человек, который сидит напротив, должен отбегать, убедить, собрать и привлечь, чтобы это все обеспечить.